У меня вопрос про молодежь. Сейчас многие говорят о молодежи и на фоне некоторых протестных настроений, и на фоне того, как нам в принципе ее не потерять. И вы сами не раз говорили о том, что может быть в чем-то мы ее упустили. А вот после сегодняшнего визита в Барановичах, как вы считаете? Я до сих пор еще считаю, что идеального ничего не бывает. В жизни, в природе ничего не бывает идеального. Поэтому где-то мы не доработали. Но в любом процессе и в жизни вообще есть определенные критерии, по которым мы можем судить, правильно мы живем или нет. Безусловно, главным критерием является труд, опыт. И для молодежи, естественно, недостает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Есть же такое. Я думаю, это придет с возрастом. Но вот эта молодежь, которая сидит и работает, вот согласитесь, что это очень важно. Вот их мы никогда не упустим. Потому что они с детства попробовали, что такое труд. А те, еще раз подчеркиваю, которые не попробовали на зуб вот этого труда, и те, которые не видели, что было и что есть, чтобы сравнить, с ними надо было работать более плотно. Короче, мы свои косяки видим. Может быть, не все. Мы сейчас занимаемся анализом это и в правительстве, и в администрации президент. Готовят выводы и уроки из последних событий. И мы их сделаем. Но только, вы знаете, мы несколько преувеличиваем то, что происходит по Минску. Все кричали, что в прошлом, в прошлом этой акции, сколько там, 300 или больше было. Вы хотите, мы вам покажем, сколько их было на самом деле. Вам покажут специалисты, как ведется счет. И вы сможете, как я когда-то сделал. Знаете, видишь картинку, думаешь, ба, столько народу. Мне докладывают, нет, вот посмотрите. Они в 10 раз увеличивают, а то и в 20 раз количество людей на этих демонстрациях или митингах. Но ведь вопрос же не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего они хотят, а ничего. И, знаете, вот все у нас начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть. Давайте диалог, давайте диалог. Красивое слово, правда, диалог. Скажите, а с кем? Ну вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи. Спорить, вы можете соглашаться, не соглашаться. Вопрос же не в этом. Никакого они диалога не хотят. И с ними невозможно вести диалог. Потому что, ну, процентов 30 там было те, которые, ну, ничего не решают. Я вчера говорил, мнение их мы слышим, школьники. Но они же не решают, потому что еще правом выбора не обладают. Не все оно в жизни так видится, как мы это в виртуальном мире проживаем и живем. Все время открыли телефон там и все время в него смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир.